Всем большой привет. Среда, мы едем в НЛО. Вчера хорошо посидели в эфире. Кто был в эфире, тот знает, что мы едем в НЛО. Все, автобус уже кричит. Включимся. Уже на вокзале. Зашли в Росканку, купили водичку. Стрим вели до 2 часов ночи, а уснули в 4. В общем, проснулись в 12.30. Я Настю Бужу говорю, подъем, все. А Настя говорит, нет, я хочу спать. Я говорю, нет, ты не будешь уже спать. Пора вставать, а идти, разогревать роли, быстро кушать, собираться и выезжать. Зараз 15.06. Мы вообще-то были собраны в час, но не успели на автобус по времени, потому как каждый час направление. Короче, мы просто не успевали. Вот. Было, получается... А, не, ну, были собраны в 2, потому что в 2.25 было управление, а сейчас в 3.25. В общем, каждый час управление. Надеюсь, что мы хорошо там погуляем. Вообще, мы проснулись, у нас был сильный дождь и даже град, по-моему, был. Такие звуки были, реально. Очень холодно. Настя вообще увлечено приболело. Я представляю, что надо меньше пить холодной воды, и тогда не будет проблем. Ну да, действительно прохладно, очень похолодало, и не только на нашей земле. Вот. Ну, а по прогнозу в Венгло вроде как нет дождя, поэтому надеюсь, что мы погуляем отлично, поснимаем вам видео. Может быть, кто-то не был в Венгло, скорее всего, не было. Наверное, мы не были. Не были, да. Все, я вообще взяла, что... Потому что, например, она ближалась с нашего города. Да. В общем, у нас сейчас скоро уже через 20 минут отправление, и будем ехать. Ехать нам 35 минут, и будем включаться. Да. Едем 10 минут, нас остановит, тошнит, тошнит, тошнит. Все должны написать. Так меньше суши надо есть, у меня тошнит. Я тоже подташниваю. Ну, я так подташниваю, потому что запеченный с сыром, с майонезом, ну, с рыбой. Ну, круче. Не надо было столько их крутить. Они еще и остались, но, походу, их есть никто не будет. Выкинутый день и продукты, Настя. Что выкинуть? Ты будешь есть, с ним будешь нет. Живи же. У тебя просто уточнит или жогу? И жога, и тошнит, она куча. Это майонез и сыр. Да. Это даже не то, что сушаешь. Пей водичку и этот. Одна вода мне помогает. Да помогает. Я не знаю, погода на Ленинграде. Сейчас уже потеплело. Ну, на сколько, на 1 градус? Там написано, что... Дождь будет там? Нет. 19-18 градусов солнца. Нормально. Ой, сейчас разберемся. Да не вздыхай. Так, ребята, все. Вот, мы приехали. Нидерланды. Как вы можете увидеть, сюда такой флаг там видно. Я хотела сказать, что в Нидерландах это первая фишка, как вы можете заметить. Это велосипеды. Их здесь просто куча. Просто очень много. Я не знаю, сколько здесь штук. Надо, я не знаю. Хватит пальца, чтобы пересчитать. Очень много. Сейчас будем идти дальше и покажем вам всю красоту Нидерландов. Учимся дальше. Такие тут улочки. Я так в прошлый раз и помню, да? Угу, да, да. Правда, дождь был. Тут, кстати, намного теплее вообще. Ну, пару градусов, да. Мне кажется, что даже больше. Велики везде, конечно же. Без великов никуда. Красиво. Там дальше тоже красиво. Кому шо, да, Настя? А? Ну, да. Ой, жарковато. У нас всегда такой принцип. Вот даже если что в магазине кто-то берет, вот здесь там осталось мало какого-то товара, пусть там шоколадки, да? Вот, все берут, это надо брать. Или вот все идут, это надо идти. А ну, давай посмотрим. Зайдем сюда. Смотрите, это ассортимент колбасы. Не то, что в Германии, Нидерланда, хотя бы выборы есть. Сейчас выбираем, не знаю. Может, это и возьмем. Очень много чего. Ребята, смотрите. Блинная печень. У нас ее не найти, только в Мекс-маркете. Можем, кстати, взять. Да, классно. Прикольно. Ехали в Нидерланды, чтобы выйти с огромным пакетом в супермаркетах. Вот так вот всегда. Вроде ничего вообще не планируем. Конец месяца. Давайте идем в супермаркет. Капец. Ну, я слышала наши знакомые, которые реально ездят в Нидерланды. Они всегда тоже разрушаются с пакетом. Так даже сейчас вот ходят, разговаривают на украинском, на русском разговаривают. Говорят, о, этот тут дешевле, у нас дороже, ну, типа, в Германии. Да, и, ну, в основном берут такое, рыбу, сыр и колбасу. В общем, будем показывать. У нас еще есть, да, поезда час ровно. Сейчас будем еще ходить, гулять. В общем, в общем. Это сейчас ты так чихнала или что было? Будь здорова. Да, я не зряюсь. Ой, вышли мы сейчас из этого супермаркета. Настя тоже смеется за этот пакет, что мы приехали часто в супермаркет прогуляться. На самом деле мы прошлись по многим магазинам, много обувных магазинов, брендовых, много скидок. Но у нас нет возможности покупать обувь, то есть возможность покупать рыбу. Ну, в общем, такое. Потом будем дома, покажем, что мы приобрели. А сейчас я вбила по картам ближайший парк. И вот пришли мы сюда, шли 500 метров. Стало очень жарко. Здесь намного жарче, чем у нас. Здесь, конечно, все тоже хорошо, чистенько. Ну, бычки. Везде бычки. Вот я Настя говорю, ну, почему мы не кидаем на землю бычки? Почему мы складываем их в сумку? Пару раз бывало такое, что мы бычки в люк кидали. Было такое, но потому что у нас не было реально возможности даже в сумку поставить. Вот. Я не знаю, людей не поменять. Да, Настя? Людей не поменять, да. Ну, найдите мусорку, пройдитесь. Но зачем портить просто природу? Ну, я не знаю. Я вообще не понимаю тех людей, даже, которые не следят за что на них смотрят. Ну, да. Посмотрите в кровя на глаза и просите пойти дальше. Вот сколько я замечала, что в Германии. Здесь я не видела, но в Германии... Так и не только бычки, что угодно. Фантики, не знаю. Не, потому что это везде. Просто уже как бы 21 век, я говорю, и все пытаются как-то за экологию, за это все. По итогу люди как бы и все равно показывают свои руки. Да, сейчас переверну камеру, покажу, где мы. Вот. Ой, боже мой. А что там такое прыгает? А это что рыбки плавают? Вот это не рыбки. Это рыбки, да. Где? Не знаю, желтая вода. Что, они видят? Не знаю. В общем, такая лавочка. Настя с пакетом обязательно. Без пакета никуда. А погода, правда, здесь намного лучше, чем у нас. Не жарко, не холодно вообще. Прекрасно. Надо было на змейке кофту надевать. И сейчас бы снова в футболке выходила. Что ты? Ой, честно, не знаю, куда еще тут нужно пройтись. С этим пакетом. Настя. Ну и что, куда мы, мы что, уже никуда не пойдем? Ну, я не знаю. В магазинах вам не снимали, потому что, скорее всего, нельзя снимать и музыка везде. А? Везде нарисованно, что запрещено. Ну, хорошо, куда мы пойдем? Больше никуда? Мы можем выйти обратно. А тебе не жарко в кожанке? Сними ее. Ну, жарко чуть-чуть. Ну, а зачем ты этот? Жарко же очень. Ну, уже да. Я тут типа не шоу, я загораю. Какая погода, сейчас хочу посмотреть. Погода. А как мне увидеть? Не знаю. Ну, 20, где-то, градуса 19-20. Ну, я сейчас посмотрю на своем телефоне. Где-то так. Где 20. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас. Не жарко. 21 градус вело, да. А у нас в городе сейчас просмотрю. Где-то 19. А у нас, а у нас, как тут выбрать? Прохладно. Настя, что за запах такой? Это чукой пахнет. Кстати, почему чуки не было, ты не видела? Не, ее не было реально. И морской капусты не было. Ну, рыба была. Ну, что, 22 у нас в городе. Да. Ну, вот, как говорится, про Германию. Ну, и здесь тоже, что за день погода может меняться. Ну, снег нет, но град, дождь. Переменчивая погода. Потом тепло, потом ветер. Это вообще жара. Это чуки не было. Но, кстати, говорят, что именно здесь, в городе, кстати, Венелло, Нидерланды, здесь ярмарки проходят рыбы. Да, по субботам. По субботам. Сыр и рыба. Сыр и рыба. Что мы заметили, в Вьетноле придется рыба и сыр. Сыров очень много. Колбас тоже, но не так. Да. Была краковская польская с курицей именно. Ну, дорого. 4 евро, 260 грамм, но не, это точно не. Хотя это скидка. Да, и вот было написано. Так что, если хотите приезжать туда, есть места, можно выбрать, кто любит покушать вкусненькую рыбку. Мы потом еще покажем вам распаковку именно. Креветки, кстати, вот именно, вот если смотреть в супермаркете, то дорогие. У нас в городе дешевле, в этом, в азиатском супермаркете. А вот, я думаю, когда здесь приезжает, ну, как ярмарка, рынок, не знаю, рыбный, да, и сырный, то дешевле намного, я думаю, чем в супермаркете. Мы, конечно, не попали, мы выбрали все-таки будний день. Мы хотим, можно быстрее поездить, не ждать выходные дни, поэтому решили сегодня съездить где ближе нам город. Да. А завтра уже будем думать тоже. Приедем домой, будем вести стрим, да, Настя? Да, еще перед этим покажем вам распаковочку с Нидерландов. Я думаю, мы где-то с тобой часов восемь уже дома будем. Да, посыпаем уже немного времени. Сейчас 6.20. В 7.05 у нас отправление. Ну, все, тогда сейчас еще прогуляемся, может что-то найдем, не знаю. Ну, в Нидерландах есть другой город, как он называется? Рэймонд. Раймонд. 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 Вот там, там прикольно будь. Ну, там только одежда. Одежда, обувь, лаутлеты, это брендовых вещей и обуви. Там луи-виттонные, хорошие сумочки. Ну, в общем, Настя, пойдешь работать, туда-туда поедешь. Ну, так красиво. Ну, мы там были один раз. Там просто симпатично. И, кстати, фишка в Нидерландах, кстати, фишка еще такая, плюс вкусная картошка. Ее столько, что ее можно есть два дня. Мы с собой забирали и ели. Мы одну на двоих порцию взяли. Такая упаковка картошки фри и майонеза сверху. Как будто мороженое. Очень много майонеза. Ну, вкусная, кстати, правда. Хотя, может, голодные были. Да, вкусная в них в Нидерландах. Там покупаешь стакан с колой и можешь ее в неограниченном количестве наливать и пить. Ну, как KFC. Да? Ходишь себе, нарываешь, там нарезлив сколько хочешь, пьешь. Я на солнышке засыпаю и зеваю, а ты чихаешь. Да, у меня аллергия всегда на солнышке. Мы там были, да, нас знакомый один отвозил. Ну, да. Ну, нормально. Мы тогда купили, кстати говоря, кроссовки, в которых по сей день ходим. Да. В августе того года. Вот они. New Balance. Ну, еще, я уже не помню. А, штаны Adidas я тоже до сих пор не хочу. У меня Puma была, но она раздвела. Ну, да, она потрескалась. Вот, что, что, Puma, если брать, то это только материал какой-то. А вот, типа, дермантина не советую брать. Именно... Дермантин, кожзам может. Так, ну, кожзам, дермантин. Я не знаю, для меня это одно и то уж. Что ж не писать. Я имею в виду, что... Ну, как, на сезон его можно летом одеть? Ну, только на один сезон. Вот, Puma, вот сколько замечаю. Белая Puma. Она разлазится, ты ее не можешь постирать. Ну, еще что. Ну, я помню, что мы с Настей тогда потратили целое пособие. Да. Потом экономили, как могли. Это было в августе. Мы тогда еще канал не вели даже. Дорогой. Ну, там красиво. Там такие домики. Такие, знаешь, необычно построены. Маленькие, симпатичные. Мне там тоже понравилось. Аккуратненький такой город. Ладненько, Настя, затянули мы уже на 8 минут. Ну, давай пойдем еще, может, где-то погуляемся. Не знаю, будем отправляться уже домой. Она говорит, все, уходим. Потом лезет в пакет, говорит, о. Не хочешь, говорит, попробовать. Взяли такой вот Hougarden, розе. Я очень раньше, ну, не то, что любила, но когда-то попробовала. И, ну, мне запомнилось, что действительно очень вкусное бельгийское пиво. Если я не ошибаюсь, бельгийское Hougarden с лимоном именно. И с грейпфрутом. Это с малиной. Это, да, малина. Понюхай, это просто малина. Тут 3%, да, Настя? 3% она маленькая. 30 миллилитров. У нее сколько? Вообще не знаю. Короче, маленькая бутылочка. 330. Запах перетертой малины с сахаром, вот понюхай, знаешь? Да. Настоящая малина. Да, боже, у меня мама такое закрывала. Вот вкусный запах. Вот. Сейчас я попробую и скажу вам совет. 3%, 10 центов стоит. Ну, на запах ничего так пахнет. Давай, пробуй. Это Настя себе взяла. Ну, может, еще холоднее. Я не буду, потому что с лимоном. Ну, не знаю, но попробуй. Ну, лимон, наверное, больше. Да, просто попробуй. Может, холодная лучше. Я не понимаю. Вкусная. Ну, зато мягенькая, не горькая. Вкусная. Горькоты нет вообще. Вкусная. Вкусная. Холодная, так что советую. А, она практически не алкогольная. Не знаю, вот напишите, может, это не то, что это, мне просто интересно, в Германии продается именно вот? Нет, у Гардена нет. Вообще никак, да? Нет, я же тоже удивлена была. Ну, в общем, давай. Вкусненькая. Я одного этого. Только из тебя полицай заберет. Чего? Ну, так, ребята, знаешь, все, селим на поезд. Столик отъехали. Что значит пять минут? Везение. Везение. То ли что-то забил, то ли что остановились. Резко останавливаемся. Все смотрят окно. Все испугались. Ну, как бы звука не было, но сверху как будто он что-то задел. Ну, короче, нам, как обычно, везет. Я вообще покраснела от этого, перепугалась, потому что я не знаю. Ой, сейчас переехала. Смотрите, только с вами включилась. Есть чудо. Моментность. Хотела вот сказать, что, наверное, на этом это видео завершаем, а в следующем уже покажем покупки, потому что очень много минут, и там на 20 минут и видео будет грузить долго, поэтому в следующем видео будет распаковка, что же мы привезли из Нидерландов. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписку и пишите, конечно же, комментарии. Спасибо большое. Все, всем пока-пока.